Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Хотелось бы мне начать с того, что вы не совсем правильно ставите вопрос свой. Дело не в том, что мы хотим вас узнать. Дело в том, насколько вы хотите решить свою проблему. У вас есть обиды на маму, на других людей. У вас было явно непростое и сложное детство. У вас есть комплексы. У вас произошла авария, если я правильно понял вас. И у вас очень негативное представление о себе и о мире вокруг. То есть вот эта вот позиция я минус, вы минус, мир минус и труд минус. Создает как раз таки то самое восприятие вас. Которые обуславливают все ваше дальнейшее поведение. Вот. Поэтому вы перекладываете ответственность за себя на нас. Говоря о том, что если хотите узнать меня, да, то милости прошу. Психолог работает. Вот, например, допустим, я работаю, и я узнаю людей по факту для них самих же. Я не узнаю людей для себя, потому что это было бы эгоистично. Понимаете? И здесь, конечно, довольно такой интересный момент, связанный с вашим восприятием себя и тем, чего вы хотите. То есть, если бы я узнавал, например, вас для себя, это был бы трансфер. То есть, если бы это означало, что вы меня как-то задели, зацепили, взволновали. Вот. А это уже скорее про мои чувства, нежели про ваши. Понимаете? Вот. И идея трансфера, идея трансфера, на мой взгляд, далеко не лучшее подспорье для работы с клиентом. Вот. Но подумать я предлагаю вам об этом не в контексте постановки вопроса, а в контексте того, что если вы хотите, чтобы психолог взаимодействовал с вами, исходя из своего эгоизма, например. То есть, делал то, что нужно делать не для вас, а для себя, то это в некоторой степени может отражать то, что вы думаете о самой себе. В некоторой степени это может отражать то, что вы считаете по поводу себя самой. То есть, может быть вы предполагаете, например, предполагаете, что каждый человек должен делать что-то, только для самого себя. Или, может быть, вы считаете, что с вами, например, можно быть только из эгоизма, ну, из чувства эгоизма. Вот. То есть, тут, конечно, нужно подумать как следует о том, что вы вкладываете для себя, для себя. Что вы вкладываете в это вот понятие, что если кто-то хочет меня узнать. Потому что, на мой взгляд, момент это довольно показательный и важный. Это первое, что я хотел вам сказать. Второе. Второе. Как забить обиды прошлого. Пишите вы. В некоторой степени это детская позиция, позиция стремления к тому, чтобы забыть обиды прошлого. Ибо забыть ничего не получится. Это ваши воспоминания, это ваш опыт. И, соответственно, забыть ничего вы не сможете. По желанию. По крайней мере. Если честно, то и забывать это не нужно. То, что с вами произошло. Да, это управляет жизнь, но управляет жизнь это только из-за того, что у вас неправильное к этому отношение. Из-за того, что вы сделали неверные выводы относительно данной ситуации, сделали неправильные выводы. И имейте неверные представления как о себе в этом аспекте, так и, в принципе, о других людях. Вот. И именно поэтому вы столь болезненно воспринимаете то, что происходит. То есть, например, если у вас с детства имелись проблемы с мамой, допустим, да, и вам не хватало, например, ее любви и внимания, то и все негативные ситуации, которые с вами, с вами, ну, происходят, происходили, вы, соответственно, воспринимаете очень болезненно для себя. И вряд ли, вряд ли, вряд ли может быть как-то по-другому. Потому что, ну, ну, как бы, ресурсов, для этого попросту нет ресурсов. Для того, чтобы вы по-другому это воспринимали. Поэтому первое здесь, с чего нужно начинать, это именно с того, чтобы, значит, получать адекватное представление о том, что происходит с вами. Что происходило в детстве, опять же, с вами, вот. Что было и так далее. Откуда у вас, ну, определенные представления о себе возникали. Вот. Были, были, возникали там и так далее. Вот. Это тоже очень важный момент, о котором я считаю, ну, собственно, своим долгом вам сказать. Обиды, любая обида, это определенные ожидания. А ожидания, это, по сути, наше желание. Понимаете? И от того, как вы воспринимаете то, что хотите, от того, как вы воспринимаете то, что вам нужно, от того, как вы воспринимаете свои желания. Вот. Зависит, по сути, весь ваш жизненный путь. Вот. Поэтому здесь, в первую очередь, это изменение своих представлений о себе и взятие личной ответственности. Просто потому, просто потому, что перекладывая на других вину за все или иные обстоятельства, вы ни к чему хорошему не придете. А жить, тем не менее, вам. Дальше. Как себя принять? Для этого, чтобы себя принять, нужно изменить представление о себе в целом. А для этого необходимо проанализировать, откуда у вас появились те представления, которые есть сейчас. Ведь, скорее всего, эти представления не связаны с тем, что вы, например, реально думаете о себе. Скорее всего, данные представления связаны с тем, что вы получали извне, скажем так. Да? Вот. Часто, часто подобные представления называются интроектами. Часто, когда человек без фильтра, без критики, без анализа принимает то, что дают ему, ну, грубо говоря, другие люди. Вот. И, соответственно, начать нужно именно с этих интроектов. То есть, вот, именно, ваша, так называемая, ну, экзистенциальная позиция. Ваши установки, ваши взгляды, ценности и так далее. Самое главное, это, конечно, в контексте информации о себе. То есть, вот, какая я? Кто, кто я? И так далее. Вот. Это ключевой момент. Ну, а дальше, я думаю, что дальше вы сможете уже увидеть сами, по какой причине вы не можете себя принять. Ну, то есть, что мешает это сделать, что мешает принять себя. Вот. Я полагаю, что так. Вот. Ну, ну, я полагаю, что так можно раскрыть данный аспект. Ну, и здесь я могу дать вам упражнение, домашнее задание, скажем так. Вот. Которое, если вы готовы его сделать, поможет вам, ну, начать процесс изменения своей реальности. То есть, то есть, той реальности, в которой вы живёте. Вот. И заменить её на новую, новую, более позитивную. Вот. Значит, задание такое. Вам нужно составить список того, что вы себе не принимаете. Вот. Вам нужно составить список того, что вы себе не принимаете. И самое, что главное здесь, это то, чтобы вы обязательно, чтобы вы обязательно аргументировали то, почему вы себя не принимаете. То есть, почему вы считаете вот эти вот качества свои, которые у вас есть, да? Вот. Почему вы считаете эти качества плохими для себя? Вот. А я думаю, что это стало бы хорошим началом для познания себя. И источники этой информации. То есть, откуда вы, например, узнали, что тех или иных качеств у вас, допустим, быть не должно. Откуда эта информация? От кого она, например, шла? И, соответственно, положительные стороны этих самых качеств, которые вы считаете для себя негативными, неприемлемыми и так далее. Это тоже очень важно. То же самое вам нужно сделать и со своими положительными качествами, которые вы считаете таковыми. Это тоже необходимо сделать. Дальше. Значит, скорее это будет не вопрос, а небольшая исповедь. Ну, здесь надо сказать, что исповедь, исповедь люди делают в церкви. Вот. Вы всё-таки не в церкви. Вот. Поэтому здесь у вас небольшой такой самообман. Вот. Я знаю, что вы не хотите признавать, что, ну, например, что вам нужна помощь, допустим, или вы не хотите признавать, что вам, что вы сами не справляетесь. Вот. И поэтому заранее, заведомо, вы себя настраиваете на то, что это будет всё решительность и даже, вот, да. Поэтому и вопросы не задаётся. Вот. Но, с другой стороны, это ставит под сомнение вашу решимость что-либо менять. Так. Накипело, хочу выговориться. Хорошо. Що-е-е-е.. Начну, э-о-о, с того, что я инва-- scenario, э-е-е-е-е, инвалид, э-э-э, спональник. Э-э-э-э. Значит, вот, э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-это доно .. Я не очень, э-э-э-э-э-э-э-о ... понял, что это значло. Ч-е-е-э-э... спинальник может быть вы хотели сказать спинальник вот ооо тут как бы вот разные вещи спинальник а значит если вы инвалид спинальник то соответственно это большая травма да что вот вы были физически здоровым человеком вот а в результате происшествий вы стали инвалидом вот и естественно это серьезная очень фразмы которую нужно проходить вместе с психологом вместе с людьми которые вам могут помочь вот Вот. Итак, начнём с того, что я инвалид в пенальных, значит, как вы к этому относитесь. Смотрите, вот ваше отношение к этому прямо нужно. Если вы уже начали говорить, то проговорите. То, что вы инвалид в пенальных, да? Как вы к этому относитесь? Как вы себя воспринимаете? Что вы о себе думаете, например? Вот. Какого вы мнения о себе, о себе? Понимаете? Вот это тоже очень важный момент, на самом деле. Ну, раз уж вы об этом сказали, да? Как это, то, что с вами произошло, повлияло на вашу, собственно говоря, жизнь? Вот. Это тоже очень важный момент. Что вы думаете о себе теперь, например? Что вы думаете о других? Откуда вы взяли вот эти, вот эти, ну, эти мысли, эти взгляды, установки относительно себя, да? Вот. Это тоже всё нужно понять. И прийти, конечно же, к определённой гармонии с собой. Хоть я и понимаю, безусловно, что это сложно, но раз уж вы обратились к психологу, то, соответственно, нужно работать, да? А дальше вы говорите, что, значит, я тяжело лажил со своими родителями. А в чём тяжесть? В чём тяжесть? В чём конфликт? В чём противоречие? Чего вы ожидаете от родителей такого? Что они могут, например, дать вам? Ну, опять же, опять же, опять же, такого. То есть, отдаёте ли вы себя черту в том, что, как бы, тяжесть взаимодействия с родителями связана, как правило, только с двумя вещами, да? С тем, что родители пытаются навязать какие-то свои взгляды, которые им кажутся, ну, правильными, верными, да? Там и так далее. И тяжесть, тяжесть заключается в том, что вы от них чего-то ожидаете. То есть, по факту вы в обиде, в обиде на них. Вот. Конечно, бывают и другие моменты, но основные моменты всё же именно такие. И если уж вы говорите, что тяжело ладите, ладите с родителями, то тут, конечно, нужно понять, в чём именно тяжесть. Может быть, вы проецируете на них какие-то свои проблемы или обвиняете их за что-то. Дальше. Говорят, что человеку что-то даётся свыше. Нет. Нет. Это не так. Ничего, ничего человеку свыше не даётся. Человек — это совокупность того, что он делает. Человек — это совокупность его сценария, его установок, его желаний, потребностей с тем, что происходит случайно в этом мире. И не более того. Поэтому ваш вопрос, за что мне это, выглядит как достаточно инфантильный, детский. И выглядит как проявление нежелания брать на себя ответственность за то, что произошло. Вот. Вполне возможно, что в глубине души вы считаете, что вас, ну, может быть, и есть за что наказать. В глубине души, может быть, вы считаете, что вас есть за что принижать и так далее. Дальше. Я уже много лет себе копаю, и до сих пор не могу найти более адекватного ответа. Ну, на самом деле, не найдёте, потому что никакого ответа адекватного на это нет. То есть, нужно просто воспринять как событие, которое произошло, и адаптироваться к новым обстоятельствам. Вот и всё. А вот почему вы не можете, это уже вопрос. Тут понятно, что есть трудности, это травмы, это несоответствие привычкам и тому, что есть, это изменившаяся ужасная реальность и так далее. Вот. Сейчас я пребываю в шутках настроения, поэтому прошу не лезть ко мне в душу. Ну, опять же, здесь есть определённое противоречие. Вы написали, значит, на ресурс с психологом, да, со своей проблемой. И при этом говорите, что у вас жуткое состояние. Я могу вам на это сказать, что почти все люди, кто обращаются к нам, да, у них у всех вот это вот, ну, жуткое состояние. То есть это, вообще-то говоря, нормально, что состояние жуткое. Вот. И вы просите не лезть к вам в душу. Может быть и так. Может быть и так. Может быть и вы не хотите, чтобы мы лезли к вам в душу. Но подумайте о том, что вы живёте уже так, как живёте, довольно много времени. И ничего не меняется. Именно потому, что вы, вероятно, не хотите, чтобы к вам лезли в душу. Так, может быть пришло время что-то изменить, пришло время всё-таки залезть к вам в душу и через боль, через трудности что-то поменять. Может быть может так. Вот. Потому что, в противном случае, я думаю, что всё может остаться так вот, как есть сейчас. То есть вряд ли что-то изменится. Вот. А я уверен, что изменений вы хотели бы. Вот. Поэтому то, что вы пишете про своё, надо же, ужасное состояние, жуткое. Вот. Это тоже по сути детская позиция. Докная трасса, это уже испуганный ребёнок, который боится действительно того, что к нему залезут в душу. Вот. И тогда выяснится, что нужно что-то менять, а менять что-то страшно, например. Ну, может, может такое быть. Дальше. Эм, так. Брёд-то мне не уютно, вот, принимают себя маленьким человеком, на которого смотрят, эм, верху-вниз. А с чем это связано? Может быть это связано с тем, что вы не чувствуете себя достаточно значимой. Может быть это связано с тем, что вы не чувствуете, что вам, эм, ну, хорошо. Может быть это связано с тем, что вы не чувствуете, что вам, что, эм, вас уважают. Может быть это связано с тем, что вы сомневаетесь в себе, в, э, в своей, э, ценности. Ну, вот именно, именно в, э, ценности того, что вы делаете. Если так, то дело здесь совсем не в том, что вы маленький человек. И совсем не в том, что на вас смотрят сверху-вниз. Дело здесь в том, насколько реализованы вы себя чувствуете. Дело здесь в том, что вы думаете о себе. Здесь, э, очень уместно, на мой взгляд, порекомендовать вам книжку под названием «Я умею прыгать через лучи». Э, книжка бесплатная, насколько я знаю, ее можно, э, э, скачать в интернете. Вот, э, эту, эту книгу. Вы, э, это, э, можете сделать. И, э, почитав ее, сможете, э, несколько лучше, я надеюсь, понять. Ну, то, о чем я здесь говорю. Вот, а говорю я о том, что дело не в вашем росте, в кавычках, в кавычках. Дело не в том, э, какого вы роста. Дело все же совсем в другом. Вот я надеюсь, что этот момент вы обязательно для себя, э, зафиксируете. Вот, то есть, понятно, что сейчас это, э, просто установка, понятно, что сейчас, э, вам, скорее всего, принять это сложно, но, э, попробуйте проанализировать, просто проанализировать. Э, что не уютного, что вы чувствуете. Ведь я уверен, что, именно, именно, вот, к э, э, именно, к э, росту, э, вашему росту, да, именно к росту. Это отношение, э, скорее всего, не имеют. Я так думаю. Но, скорее всего, дело здесь, совсем, в другом, в другом, в другом. И вот, именно, об этом, в другом, я и предлагаю вам подумать, подумать. То есть, сместить акцент. Но, для этого, конечно, нужно, чтобы вы, э, как следует, проанализировали свое чувство. Вот это вот, чувство, э, неуютности. Посмотрели его, его, э, как следует, изучили. Вот. И, тогда вам, я думаю, будет понятно, э, что за этим стоит, стоит. Я так думаю. Думаю. Вот. Это, то, что, э, я вам хочу сказать, по поводу, э, того, что вам неуютно, из-за своего, э, маленького, в кавычках, роста. Вот. Кстати, э, э, книга, она, тоже про эту. Книга, она тоже про эту. Кхм. Дальше. Идем. Э, мудрая поговорка, если ты хочешь, чтобы тебя любили, полюбить себя сама. А, поговорка мудрая, только, есть несколько сложностей, э, связанных, э, с этой поговоркой. И, сложности, они, э, связаны с тем, что, э, не каждый человек может это сделать, относительно легко. Не каждый человек, э, способен справиться с такой задачей сам. Вот. И, поэтому, э, я очень, э, скептически отношусь, к всякого рода поговоркам. Потому что, считаю, что они, несут в себе определенную установку, э, негативную. Да, нужно себя любить, безусловно, нужно. Но, если, э, вас, например, не любили достаточно, чтобы вы, э, привыкли к тому, к тому, что вы, э, ценный, вот. И, важный человек, вот, э, значит, то вам, э, самой сделать это, э, значит, будет очень сложно. Вот. Так что, здесь поговорка, э, у вас такая, э, будь сильный, будь сильный, я должна быть сильный. А сильный быть не получается, и из-за этого вы, э, значит, себя, себя, по сути, постоянно наказываете. Вот. А, за то, что вы не такая. И, в итоге, получается, согласитесь, занудный круг, определенный занудный круг, вот, который, э, из которого у вас нет, нет выхода. Вот. Тут нужно, наоборот, позволить себе, э, сладость, вот, нужно, наоборот, позволить себе сказать, что я чего-то не могу, вот, и попросить помощи, как это, в принципе, вы сделали. А, сейчас, правда, не полна цена. И, плюс, не оставили никакого запроса, э, что, чего я хочу, хочу. Вот. Дальше. Дальше. Значит, э, э, так, я, я хоть к этому, э, иду мелкими шагами, но действительно срываюсь, и эти срывы зачастую происходят на, э, ровном месте. Ну, во-первых, э, срывы, они, э, говорят о том, что у вас есть определенные желания. Срывы, говорят о том, что у вас есть определенные переживания, которые не реализуются. А, то, что вы идете к этому, это всего лишь говорит о том, что вы идете к этому нечувственно, а интеллектуально, рационально заставляют, э, значит, себя это делать. Именно поэтому и возникает срывы. Тогда это означает, что вы себя сдерживаете, это означает, что вы себя подавляете, это означает, что вы не даете себе, себе, э, свободы. Вот. Что, по сути, и, э, приводит к тем плачевным последствиям, последствиям, э, которые у вас есть. Кстати, кстати говоря, э, э, срывы очень вредны на здоровье. Вот, поэтому будет лучше, если вы все же, э, будете отслеживать свои чувства, вот, выражать, выражать их адекватно, вот, и выражая их адекватно, все-таки избегать хотя бы срывов. Так, мне противно жить с мыслью, что очень многие нас, инвалидов, э, дискриминируют. Ну, э, понимаете как, э, это вот, э, есть такая игра, э, психологическая игра. Э, э, она называется «Всё из-за тебя». Вот. Так, э, называется эта игра «Всё из-за тебя». В этой игре люди, э, э, по типу вас, э, значит, занимаются перекладыванием горячей картофелины, вот. Ага, значит, э, «Всё из-за тебя на другого человека». Ага. И, э, 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 это очень важный момент, на самом деле. Потому что если вы чувствуете дискриминацию, если вы её чувствуете, то ответственность за это в первую очередь несёте вы, а не другой человек. Потому что другой человек может дискриминировать вас и кого бы то ни было совершенно ненамеренно, он может это делать абсолютно ненамеренно, он может это делать намеренно, он может это делать специально. Это так, это так действительно, он может делать это специально. Но вне зависимости от того, делать он это специально или нет, ответственность всё равно лежит за это только на вас. И больше, по сути дела, ни на ком. Поэтому, говоря о том, что вам противно, что инвалидов дискриминируют, вы по сути дела ничего не меняете. Ну вот, в своей жизни. Вместо того, чтобы показать в первую очередь себе, несмотря на то, что вы инвалид, можно чего-то добиться, используя свои способности. Тогда люди будут относиться к вам по-другому. Ибо да, наша ментальность довольно негативно относится к инвалидам. Вот. Но, тем не менее, сами по себе люди своего представления об инвалидах не изменят. И для того, чтобы это представление менялось, оно будет меняться не о, грубо говоря, не о всех инвалидах, да, а о каком-то, как правило, конкретном. Да, потому что все это состоит из, собственно говоря, личностей. Вот. И если вы хотите, чтобы лично вас не дискриминировали, вот, то, на мой взгляд, с этим нужно обязательно что-то делать. И тут у меня вопрос. Что лично вы делаете для того, чтобы люди вас не дискриминировали? То есть, что лично вы делаете для того, чтобы к вам относились, ну, скажем так, как к равному человеку? Вот. Если вы не делаете для этого ничего, то да, вас будут дискриминировать. К сожалению, это правда. Если вы что-то делаете, то, значит, вопрос времени, когда вы дойдете до того, что вас дискриминировать перестанут. Ибо стереотипы, которые, кстати говоря, есть и у вас, они, к сожалению, довольно болезненно влияют и на самих людей. Вот. Никуда от этого не делается. Поэтому противность, то, что вам противно, связано не с людьми, людей вам не пределы, а со своим ощущением. То есть, по сути, если вы не уделяете должного внимания своему развитию, по сути, если вы не уделяете должного внимания своей деятельности, то вас, естественно, будет задевать любые проявления дискриминации. Потому что, по сути, это будет означать, что люди, как бы, затронули больное. Знаете, как говорят, вот, ну, затронули больное, задели вас. И у меня вопрос. Так, а то, что задели вас, это чья проблема, людей или ваш? Ведь чувства-то испытываете вы, эмоции-то испытываете вы, не люди. Кроме того, эээ, нужно понимать, что за люди занимаются дискриминацией. Какие люди занимаются дискриминацией и почему они это делают. Вот. Знаете ли вы, почему они это делают? Для чего им дискриминировать? В кого-либо. Не только, не только инвалидов. В кого-либо. В кого-либо, вообще кого-либо. Вот. Я уверен, что этого всего вы не знаете. И я уверен, что даже если вы, вы бы это знали, даже если, вам вряд ли это на данном этапе помогло. Потому что, эээ, у вас нет ресурсов. Ну, нет ресурсов для того, чтобы себя, себя принять. Дальше, эээ, значит, эээ, я уже не говорю о посторонних людях. Ну, потому что посторонние люди, они судят, эээ, о нас по делам. О других людях. А, близкие люди, судят о нас по стереотипам. Вот. Вы стереотипам поддаетесь. Изначально меня заложила эту негативную программу моя мама. Может, если бы я была другого, более сильного характера, я бы так не переживал, и она была бы со мной несколько иначе. Понимаете, ээ, близкие люди, родные люди, эээ, Эээ, хотите верьте, хотите нет. Эээ, делают всё из чувства. Эээ, из чувства, что они делают во благо. Что они делают на благо. Что они делают всё это для того, чтобы, ага, ну, чтобы, чтобы, эээ, вам, например, было хорошо. И вот хотите верьте в это, хотите не верьте в это, но родные люди всё делают во благо. Говорить о том, что ваша мама заложила в вас, эээ, негативную программу, ну, в принципе, можно, эээ, можно так сказать. Но, эээ, другой вопрос, эээ, что это даёт. Вы знаете, что мама заложила в вас негативную программу. Её можно изменить. Негативную программу, я имею ввиду. Но вопрос заключается в том, эээ, делаете ли вы это, меняете ли вы её, на мой взгляд, не. Или, если делаете, то достаточно, это происходит достаточно долго. Эээ, тяжело для вас сопровождаясь, эээ, сопровождаясь, эээ, срывами и так далее. Ох, вот. Дальше. Эээ, так, эээ, если бы я был другого сфинного характера, мама была со мной иначе. Эээ, нет, одно взаимоисключает другое с другою. Понимаете? То есть, эээ, мама ваша, эээ, не могла вести себя иначе, потому что вы у неё такая. То есть, она себя вела, и вы стали такой. Не наоборот. Никак не наоборот. Это вещи, которые необходимо вам, эээ, для себя тоже уловить. Не наоборот. Мама вела себя с вами определённым образом. Мама вела себя с вами определённым образом. И поэтому вы являетесь той, тем, кто вы есть. Никак не наоборот. У, эээ, мамы не могло, эээ, появиться другого ребёнка, ну, с другой, эээ, с другой позиции, с другим характером в принципе. Потому что это вы, и вы такая, какая вы есть. Это нужно понимать. Ну, то есть, вот, чем лучше вы это поймёте, эээ, для себя сам всем будет лучше. Сейчас вы считаете, что вы должны, вы должны быть, эээ, я не знаю, какой-то другой, какой-то, эээ, сильный, какой-то вообще, эээ, в общем, не той, кто вы есть. Опять же. Вот. А это, по сути, ключевая проблема. Что вы говорите, если бы, я был, была бы, если бы я была другой, более сильный, и так далее. По сути, это игра, игра слов. Потому что откуда, откуда взяться, эээ, ну, больше силы, больше силы. Так, эээ, моя мама своей критикой допустила много оплошных, оплошных, а, нет, эээ, так, эээ, так, по своей сути, я имбровер и никогда не была лидером. Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете? Эээ, у вас была возможность себя проявить? Моя мама своей критикой допустила много оплошных. Эээ, в чём, в чём? Опять же, вот у вас сейчас на неё обида, да? А что делали вы, чтобы не допускать этих оплошных? Ну, мама допускала оплошных, исходя из своей позиции. А вы? Нужно было ещё в юности, до трагедии, показать меня психологу, чтобы я провела консультации. И, конечно, в итоге вышло бы из своего ступора, и чтобы я больше не вспоминал своего тяжёлого детства, где меня постоянно обижали. Ну, вы знаете, обиды детства вы могли бы проработать сами, не только в юности, но уже и в более позднем возрасте, когда стали самостоятельными. Обиды детства не то, что не рассеялись, наложили ещё больше отпечаток где-то внутри. Правильно? Потому что это не пережито оказалось. После аварии это боль даже обослилось, так как в своём подсознании я так и не вышел из своего внутреннего конфликта. А... Так, конфликт кого с кем? С чего с чем? Далее вы начинаете цитировать фильм. Главными героями, значит, тут вы пишите фильм, потом пишите сериал, вы действительно смотрите русские сериалы, с их моралью, с их смыслом. Сериал, хочу сказать, очень интересный, но под конец разочаровал тем, что Веру споили и умертвили. Хотя, по сути дела, она была положительной и являлась главными счетами обстоятельствами. Интересно, чем это задело вас? То есть, чем связано разочарование? Очевидно, что вы слишком вовлеклись в этом. Было больно наблюдать, как Катька за твоей влиятельностью, папашей, ликовальность, родитель напавал Веру, после чего она с Вадимом жили в достатке, не зная обед и катались под границей. Знаете ли вы, что жертвы обстоятельств это всегда безответственность? Это всегда безответственность, это всегда самопожертвование, это всегда нарушение личных границ и низкая смартинка. Знаете ли вы, что жертвы это всегда кризис, определенный кризис? У меня к вам вопрос. То, что Катя, Вадим, папаша ликовали и так далее, это один момент. Эти люди ликуют, потому что у них определенные проблемы. Ликуют и, собственно, пусть ликуют. Если хотят ликовать. Но дело не в них. Дело абсолютно не в них. Понимаете? Дело в том, как преподносила себя шерпа. Вот в чем дело. Вот в чем момент. Понимаете? Ну, основной момент. В этом. А это вы не хотите рассмотреть. Ведь вам, скорее всего, проще думать, что, что, ну, что жертва, она вот такая беспомощная, что она вот такая, ничего не может, она настолько способна, а её вот уничтожают, но и все загнобили. Так потому и загнобили, что она такая. Понимаете? А потому и загнобили. Это был выбор человеком. В начале, в детстве этого выбора нет. Но потом, когда человек становится уже взрослым относительно, выбор есть всегда. Но человек, в данном случае героиня фильма, сериала, сделала выбор. Она сделала выбор. Далее. Значит, так. Так. Споили. Веру. Пишите вы. Опять же. Опять же. Веру, что кто-то насильно заставлял пить? Прям насильно вот. Прямо вливали ей алкоголь. Я так не думаю. Это ещё одна ошибка восприятия. Это ещё одна ошибка восприятия, что жертва сама ответственна за своё поведение. Понимаете? Либо человек получает от этого наслаждение и не хочет менять свой сценарий. И тогда ему не поможет никто. Либо человек понимает, что он, в общем-то, движется в не совсем правильном направлении. Ему нужна помощь и ему помогать. Дальше. Значит, так. В то время как Вера с дочкой ищели в полуразрушенном бараке и казни боролись до выживания. Ну, опять же. Это выбор людей. Это выбор людей. Мать, которая изначально выстраивала отношения нездоровые с отцом, следом чего дочь стала жить без отца. Мать, это всё выбор. Выбор человека. Так. Им приходилось каждую копейку дать собрать бутылки, чтобы что-то выручить на пропитание. Вот какое у вас ощущение здесь? Какое у вас ощущение здесь? Вы чувствуете себя в такой же? Так же? Всё-таки закончилось благополучно для Риты, хотя на её долю выпало немало испытаний. В некоторых книг она была на волосок от смерти. Это вот вся русская по сути идеология в этом заключается. Если счастье, то обязательно вымученное, выстреленное и так далее. Если счастье, то обязательно неудачник, обязательно, там, тяжёлый человек, который вот прям надрывом достигает своего счастья. Это классическая русская пропаганда русского человека. Не более того. Я верю очень обидно. Почему? Опять же, что именно обидно? С чем обидно заключается? Вот конец тяжело заболел, она продолжала жить в бараке, от безосходности спилась. И это был её выбор. Это был её выбор. Опять же. В чём-то он похож на мою жизнь. Это явно. Вопрос в том, что вы можете по-другому. Вы можете не довести себя до сопития, вы можете не доводить себя до смерти, неестественной, по крайней мере. Вот. И вы можете стать хозяйкой своей судьбы. Но для этого нужно, ещё раз повторюсь, что-то делать. Так, была у меня одноклассница, подходящая под описание Кати, которая постоянно меня гнобила. Вы позволяли ей это делать? Вы позволяли ей это делать? Сейчас она здорово и выглядит хорошо. Сделала кучу селфи со своей довольной рожей и красуется. И что? Чем она сейчас занимается работать? Насколько я помню, училась всегда плохо. Под конец её даже на второй год оставили и доучилась в вечерней школе. Что было с ней дальше, неизвестно. Судя по всему, у неё есть друзья и родственники, которые по свидетельству ей хорошо помогают. Ну и она, судя скорее всего, не самостоятельно пожить, она полностью зависит от своих родственников, если они ей помогают. А если ей не помогают, то она добилась всего сама. И тогда ваша обида мне понятна. Обида меня изнутри просто рвёт на честь. Обида на что? Скорее всего, ваши обиды связаны с чисто внешним восприятием того, что вам видится. Скорее всего, ваши обиды связаны именно с этим. То есть просто вот чисто внешнее восприятие. Мне кажется, что у человека всё хорошо. Подумайте, постарайтесь вот о чём. А может ли человек, особенно такой, как, например, ваша Катя, да? Может ли такой человек, как Катя, показывать что-то, не связанное с её, там, например, болью, с её, например, неудачами и так далее? Ведь чем, по сути, чем, по сути, делятся люди в социальных сетях только своими успехами, только своими достижениями и не более чем? Даже если у человека действительно есть что-то негативное, даже если у человека действительно есть что-то негативное, что-то плохое, он этим не поделится. Он об этом не расскажет. Почему? Потому что нельзя, нельзя быть слабым, нельзя быть неудачным. И вы, получается, верите на всё это. Вы, получается, готовы всё это проглотить. Не бывает людей, у которых всё хорошо. Всегда, всегда есть что-то негативное. Всегда есть какие-то проблемы. Всегда. Но вы этого не замечаете. Вы этого не замечаете. И не страшно. Потому что заметить это значит признаться, что проблемы есть не только у вас. А если вы признаете, что проблемы есть не только у вас, то вам придётся опять же что-то делать. А так, так вы, ну, пока что вы так просто-напросто оправдываете своё бездействие. Вот. Считаю, что вот у него всё хорошо, вот если помогают, мне никто не помогает, и поэтому я делать ничего не буду. Вот. Вы говорите, что можно было бы чем-то заняться, но у меня нет сил. А вопрос, а на что уходят силы ваши, опять же? На что вы их тратите, свои силы, например? Вы говорите, что у вас апатия. Апатия это состояние, когда вы делаете то, например, чего не хотите. Либо это состояние, когда на нас оказывается давление. Постоянное давление. Возможно, речь идёт о том самом внутреннем конфликте, о котором вы говорите. И который вы не раскрываете. Внутренний конфликт. Это то, что, скорее всего, является вашей основной проблемой. Именно он, внутренний конфликт, и поражает апатику. То есть, это результат противодействия двух центробежных сил у вас. И поэтому вы не можете ничего с этим сделать. Нужно разобраться, что это за силы и так далее. Конечно, можно было бы чем-то заняться, чтобы добиться какого-то успеха. Ну вот смотрите, здесь вы опять совершаете логическую, значит, ошибку. Успех, успех, вам ничего не даст. Потому что вы будете думать о себе по-прежнему плохо. Успех ничего вам не принесёт. Абсолютно. Почему? Потому что успех – это условие. Успех – это оценка. Понимаете? Оценка. Оценка. А оценка всегда субъективна. Поэтому, если ориентироваться на успех, вы будете всегда справиться. Самый оптимальный вариант, который можно сделать – это ориентироваться на не успех, а на процесс. Вот. Именно процесс – то, что может обеспечить вам всегда стабильный выигрыш. Всегда стабильное выигрышное положение по отношению с другим людям. То есть, в своей деятельности нужно ориентироваться не на успех, который субъективен, а на удовольствие от процесса. Которое субъективно, но в которое относятся как раз-таки только к вам. И поэтому важно только для вас. Но это требует достаточно чёткой системы ценностей жизненных. Это требует чёткое расставление приоритетов. Это требует личной ответственности. И это требует, я бы сказал, хорошего анализа своих чувств. То есть, понимания того, что я чувствую. И, конечно же, для этого необходимо, чтобы вы воспринимали и людей, и мир, и труд, и себя, как что-то хорошее. С этим можно будет вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Ну и поскольку ответ был достаточно большой, то буду благодарен, если вы как-то меня за это отблагодарите. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.